Добрый день, уважаемые студенты! Система, которая определила формирование гомо сапиенс с точки зрения умственной деятельности. Но, разбирая нервную систему, с которой в какой-то степени знакомы со средней школы, мы должны с вами понимать, что та нервная система, которая имеется у человека, безусловно, в функциональном отношении является самой сложной. И она прошла длительный период своего развития. Давайте с вами обговорим основные вопросы, касающиеся нервной системы, её частей, составляющих, ну и конкретно сегодня поговорим о спинном мозге. Как же сформировалась нервная система с точки зрения аспектов филогенеза? Давайте посмотрим. Если взять простейших животных, одноклеточных, допустим, амеба, то регуляция всех деятельностей организма у них была жидкостная. Это самая древняя форма регуляции гуморальной. О кишечно-полосных гидры, мы с вами, это сетевидная система, представлена множеством клеток, разбросанных по организму и соединённых между собой, поэтому раздражение, падающее или воспринимающее их телом или организмом этих животных, животное отвечает всем телом. У беспозвоночных, допустим, котчатых червей, уже более высокая степень развития нервной системы. У них возникает так называемая узловая нервная система. Она характерна тем, что в сегментах тела животного имеется скопление нервных клеток их тела, так называемых узлов. И прогресс этой системы узловой нервной заключался в том, что она более экономична и более рациональна не всем телом, а частями сегментом тела может отвечать на то или иное раздражение. У них, кстати, возникают впервые органы чувств. Ну и, наконец, у хордовых представителей, начиная с ланцетника, начинает развиваться трубчатая нервная система. Вот именно трубчатая нервная система достигла на высшей степени развития, в частности, у человека. Структурная организация нервной системы у человека или млекопитающих связана или определяется и по топографическому аспекту или принципу, и по анатомо-функциональному принципу. Вот эти две основные, такие определяющие положения, которые обеспечат классификацию нервной системы. По топографическому принципу нервная система делится на две части. Центральную, как вы видите, гниятную спину и головной мозг. И периферическую нервную систему. Она насчитывает целый плеяд образований. Это спинномозговые нервы, черепные нервы, ветви нервов многочисленные, нервные сплетения, нервные волокна, нервные узлы и рецепторное образование. Вот все эти структуры, располагающиеся вне головного мозга и спинного мозга, относятся к периферическому отделу нервной системы. Ну а по анатомо-функциональному принципу нервная система делится тоже на две части. На соматическую и автономную. Соматическая часть нервной системы, она энергию наше тело. Но под телом мы понимаем сома, это латынское название. Это совокупный структур, в котором относятся кожа, скелетная мышца, скелет, органы, чувства. Все это сома наша. И автономная, так называемая вегетативная часть нервной системы. Вот эта часть обеспечивается иннервацией вегетативными нервами, а именно это структуры, такие как гладкая мышечная ткань, сердечная мышца и железистые клетки. Вот эти образования иннервируются вегетативной нервной системой. Ну и она в свою очередь, вы знаете, подразделяется на парасимпатические, симпатическую часть. Конечно, деление условно, но тем не менее, оно помогает более четко усваивать отношение того или иного нервного образования к той или иной структуре. И помогает понять, как происходит иннервация этих образований. Давайте возьмем сейчас аспект иннервации, какую же функцию выполняет нервная система. Вот, в принципе, я разделил на четыре таких аспекта функцию нервной системы. Давайте посмотрим. Первое. Нервная система обеспечивает связь организма с окружающей средой. Безусловно. Вторая функция, она нервная система обеспечивает иннервацию всех тканей, органов, систем и организмов в целом. Третья. Нервная система обеспечивает интеграционную функцию. То есть она является образованием или системой, которая объединяет работу всех систем, обеспечивает последовательность работы той или иной системы, органов той или иной системы, синхронность и другие факторы. И последний аспект, он, в принципе, характерен в основном только для человека, это то, что нервная система обеспечивает психическую деятельность организма. То есть разнообразную умственную работу. И эта умственная работа определяется через высшую нервную деятельность. Она характерна в основном для человека с позиции вот абстрактного мышления. То есть психическая деятельность, особенно характерная, аспект этой деятельности реализует через нервную систему у человека. Давайте посмотрим основные структуры, которые формируют нервную систему. Итак, вопрос понятия нейроны и их классификация. Вам хорошо известно, что структурно-функциональная единица нервной системы является нервной клеткой нейрон или нейроцит. Это название происходит от греческого нейро, нейорон, что обеспечивает жила или нерв. Дело в том, что раньше нервы не считали их нервами препараторы, анатомы, которые считали, что это структуры мышечные, как бы называли их жилом. Отсюда вот такое название. Этих нервов огромнейшее количество. Вот посмотреть, только в головном мозге их насчитывается, по сравнению с данным, более 25 миллиардов. Но несмотря на то, что их огромное количество, в принципе, каждый нейрон имеет всегда две определенные части. У каждого нейрона различает тело его, и каждый нейрон имеет отростки. Вот это все отростки. Правда, они дифференцируются на аксоны и дендриты. Но условно до настоящего времени можно говорить, что дендриты – это наиболее длинный отросток нервных, аксон – наиболее длинный отросток нервных, а дендриты – их больше, это короткие. Но можно и так говорить. Какова же функция нейронов? Вот в зависимости от вида нейронов, они обеспечивают различную функцию. Они могут генерировать нервные импульсы, они перерабатывают нервные импульсы, они обеспечат проведение нервного импульса, и они же обеспечивают рецепторную функцию. Вот здесь рисунки я вам даю, где конкретно видны эти нейроны. Вот давайте посмотрим. Видите, нейроны? Вот тело видим, отростки, один из них обычно длинный. Вот это аксон. Вот другие виды нейронов. Отличаются по-фу. Вот тут связь между нейронами. Но чтобы увидеть нейрон, надо произвести определенное методом окраски. Вот вы это, по-дрону, будете изучать на гистологии. Помимо вот этих миллиардов нейронов, находящихся в пределах нервной системы, в пределах нее имеется и другая группа клеток. Это так называемые клетки нейроглии или глиальные клетки. Но название вы видите нейроглия, значит, греческое тоже происхождение, как бы клетки, обеспечивающие соединение, склеивание нейронов. Их значительно больше, чем нейронов. И в совокупности все эти клетки нейроглии выполняют функцию опорную, то есть поддерживают положение нейронов, обеспечивающие определенных положения. Электрическую изоляцию изолируют проведение нервных импульсов по нейронам. Они обеспечат регуляцией ионного состава нейронов и учат в процессах обмена, как считает в настоящее время. Мы сказали, что каждый нейрон имеет тело и отростки. Вот эти отростки, они называются еще нервными волокнами. В головном и спинном мозге, то есть центральной нервной системе, вот из совокупности отростков нейронов образуется белое вещество. А в пределах периферических структур из них образуются стволы, пучки, нервы. Их нейронов, как я сказал, огромное количество. Тем не менее, ученые на основе каких-то общих явлений, структур, допустим, функции, все нейроны делят на несколько групп, то есть производят классификацию. Принципов их очень много. Вот по количеству отростков нейроны бывают биполярные, то есть два отростка, униполярные с одним отростком, псевдонеполярные, тогда, когда один отросток, а потом он разделяется на два, и мультиполярные с множеством отростков. Вот биполярные, униполярные, вот псевдонеполярные и мультиполярные. Это один принцип деления нейронов. Второе. По морфо-функциональным признакам, это рабочая, в принципе, тоже классификация, нейроны афферентные и дают синонимы, они же чувствительные, центрстремительные, рецепторные. Вторая группа – это вставочные, ассоциативные, кондукторные, замыкательные. И третья группа – это эфферентные нейроны, они же двигательные, центробежные, эффекторные. Именно эти три группы нейронов являются основой рефлекторного дуг, о которых мы будем говорить, структур, обеспечивающих функциональную деятельность нервной системы. Это вот такие общие понятия, связанные со строением нервной системы. И мы сейчас перейдём с вами к разбору уже частей центральной нервной системы. Как вы помните, к центральной части относятся спинной мозг и головной мозг, и вот сегодня речь пойдёт о спинном мозге. Общие данные, так называемые внешние страны спинного мозга. Обратите внимание на название этого органа медулис спиналис латынское название и милос греческое. Где располагается? Располагается в знакомом вам образовании, это в полости позвоночного столба, в позвоночном канале. Длина его различна несколько у мужчин и женщин, в среднем, видите, 43 сантиметра. Масса небольшая, примерно 2% от масс человека, ну и средняя толщина 2 сантиметра. Правда, имеется утолщение в некоторых местах, о которых мы можем говорить, где вот толщина достигает 2-4 сантиметра. Спинной мозг очень протяжённый орган. Давайте разберём его скелетотопию, то есть, где определяются границы, верхняя и нижняя границы этого органа. Верхняя граница. Три варианта определения, и любой в принципе является правильно. Ну вот, один из них, это уровень нижнего края большого затылочного отверстия, любимого вами отверстия форамена магна. Второй аспект, уровень выхода из спинного мозга корешков первой пары спинномозговых нервов. И третий вариант, уровень верхнего края первого шейного позвонка. Любой вариант является верным и будет правильным, если вы будете отвечать. Нижняя граница. Средняя – это уровень первых двух поясничных позвонков. У мужчин чуть повыше это первый позвонок, у женщин второй, и если возьмем новорожденного, как говорил Виктор Николаевич Танков, он ниже всего располагается на уровне третьего поясничного позвонка. Говоря о внешнем строении, я упомянул, что там имеются два утолщения. И действительно, в пределах спинного мозга имеются два утолщения, которые называются интумисценция цервикалис, на уровне от второго шейного позвонка до второго грудного, наиболее выражен на уровне пятого шестого шейных позвонков. и второе утолщение это поясничного крестцовая интумисценция лумбосакралис. Уровень десятая грудная первая поясничная позвонка, а наиболее выражена на уровне девянадцатого грудного позвонка. Вопрос, а чем обусловлены эти утолщения? Ответ очень простой. Они обусловлены тем, что именно из этих отделов спинного мозга, расположенных на указанных уровнях в пределах утолщения, имеются клетки, которые нормируют большое количество мышц верхних и нижних конечностей. А раз много мышц, значит требуется больше клеток нервов. и вот это увеличенное количество клеток обеспечивает формирование двух утолщений. Идем дальше. Спиной мозг очень протяженный, имеет множество сегментов и вот частей отдельных и вот эти термин подсегмент запоминайте его это понятие которое является ничем как структурным функциональной единицы спинного мозга. Что же понимается подсегментов? Здесь мы видим два сегмента. Под сегментом спинного мозга следует понимать или понимается смотрите горизонтально отметить горизонтально участок спинного мозга в пределах которых располагается одна пара спинномозговых нервов. Вот спинномозговой нерв один, второй это его корешки значит левый и правый спинномозговые нервы какого сегмента. Итак это горизонтальный участок в пределах которого формируется вот одна пара спинномозговых нервов. Различает пять видов вы здесь видите шейные грудные поясничные крестцовые и копчиковые значит количество их различно вот обратите внимание что в основном их число соответствует количеству позвонков но за исключением вот шейные группа сегментов здесь сегментов на один больше по сравнению с позвонками ну и копчиковые там несоответствие идет в принципе какое-то вот давайте посмотрим скелетотопии это сегмент дело в том что уровень расположения товарного сегмента не всегда соответствует по номеру именно этому номеру позвонка в соответствии чем они ниже сегмент тем больше это несоответствие вот здесь даются эти коррективы итак берем 4 верхних шейных сегмента вот 4 верхних расположены на уровне тел позвонков соответствующих их порядку номера значит берем первый на уровне первого позвонка четвертый на уровне четвертого теперь берем следующие 4 шейных позвонка и 4 простыни позвонка а сегмента и верхних грудных 4 сегментов вот скелетотопия этих сегментов восьми последних шейных и первых грудных скелетотопические они располагают на один позвонок выше чем тела соответствующих позвонков позвонков идем ниже средняя группа грудных сегментов спинного мозга расположение хуже на два позвонка выше чем тела соответствующих позвонков и последняя четверка нижних грудных позвонков здесь уже разница на три позвонка они располагаются выше чем соответствующие позвонки если берем поясничные сегменты то они располагаются на уровне 10 и 11 грудных позвонков берем сегменты крестцовые и копчиковые они располагаются на уровне 12 и 1 поясничных позвонков но практические значения вы сами наверное понимаете допустим вот берем средние грудные позвонки если допустим пятый грудной сегмент спинного мозга нам надо открыть позвоночный канал и провести операцию и если мы будем в принципе на уровне этого позвонка пятого скрывать допустим дугу то мы не найдем этот сегмент потому что мы уже будем оперировать с другими сегментами нежели с этим он располагается на два позвонка выше и мы должны открывать не пятый грудной а выше значит на два позвонка то есть четвертый третий на уровне вот этих позвонков надо открывать и тогда мы увидим или подойдем образно говоря к тому сегменту который необходим то есть это практически востребован скелет этапея которая безусловно учитывается всеми в общем-то нейрохирургами неврологами ну и другими специалистами как же устроен внутри спиной мозг если мы сделаем разрез обычно делаем поперечный разрез то в пределах спинного мозга выделяет два вещества серое вещество субстанция гризео это скопление тел нейронов они образуют так называемые серые столбы колюмна гризео имеется вентральные столбы дорзальные и латеральные вот причем латеральные столбы вот имеются только на определенном уровне от восьмого шейного сегмента до значит поясничных сегментов на поперечный гризонасред спинного мозга столбы чаще называются рогами передними задними и боковыми в принципе столбы рога это идентичные понятия и в принципе правомерно и то и другое название и так серое вещество мы сказали формирует ядра давайте отменим что же такое ядро ибо ядер или с ядрами в пределах цена придется вам встречаться очень много и так ядро это совокупность тел нейронов объединенных общностью происхождение развитие строение положение и выполняемой функции в спинном мозге эти ядра располагаются в пределах столбов рогов в ядрах происходит и генерация и обработка и проведение нервных импульсов вот я сейчас вам даю рисуночек это рисунчик в принципе из учебника вашего где видны рога передняя задняя рога боковые рога и в пределах каждого рога имеются определенные ядра ну вот например я беру передний рог я сопоставил переднее латеральное ядро вот номер 22 видите переднее медиальное ядро вот номер тут 19 далее заднее латеральное 23 заднее медиальное 20 20 в общем-то вот это видите ядра и центральное ядро то есть 4 двигательных ядра в передних рогах столбах спинного мозга и в других ядрах простите столбах и рогах располагаются ядра они все здесь записаны это картиночка классическая в принципе для наших студентов российских поэтому вы и в других значит рогах столбах изучите и другие ядра которые там имеются каждое ядро безусловно оно выполняет определенную функцию о чем было сказано выше что касается белого вещества спинного мозга субсан сальба то как было указано оно сформировано совокупностью нервных волокон то есть отростков клеток и они эти волокон группируются в пучки и эти пучки дифференцируются на три канатика передняя задняя и боковая ну в принципе эти канатики располагаются между рогами белое вещество располагается к периферии от серого серого в центре обеспечить проведение нервных импульсов как в восходящем так и на сходящих направлениях и обеспечивает связь различных отделов центральной нервной системы вам представить большая тяжелая работа с точки зрения изучения значит проводящих путей канатика спинного мозга вот допустим задние канатики мы видим это боковые канатики это передние канатики и вот в каждом канатика симметрично справа и слева проходят в принципе проводящие пути эта картинка тоже типичная вот из вашего учебника взята и тут описаны все пути которые необходимо вам будет знать сейчас вы в определенной степени ну без понимания функции каждого пути но должны выучить эти пути чтобы потом понимать какую функцию выполняет каждый путь в пределах того или иного канатика немножечко надо будет потрудиться заучить эти пути и обратить внимание на их топографию ну можно сказать допустим это картинки они идентичны ведь тут обозначен красным и синим цветом если цвет красный это пути так называемые двигательные пути их не так много это пути которые обеспечивают проведение импульсов из различных ядерных структур головного спинного мозга ну допустим к мышцам селетным мышцам а вот это синего цвета пути это пути все чувствительные эти пути обеспечивают проведение нервных импульсов от рецепторов по нервам и уже в пределах спинного мозга эти импульсы достигают того или иного сегмента спинного мозга и той или иной ядерной структуры в пределах головного мозга таким образом вот эти канатики содержат определенные пути которые вам ну необходимо выучить итак мы с вами увидели что в пределах спинного мозга имеется белое серое вещество серое вещество это ядерная структура белое вещество это проводящие пути но спиной мозг в пределах позвоночника канала покрыт окутан если хотите так оболочками вот эти оболочки точно такие же как мы будем изучать и в головном мозге поэтому желательно запомнить и тогда легко будете ориентироваться и в отношении головного мозга итак самая наружная оболочка это дуроматтер спиналис твердая оболочка спинного мозга она располагается в принципе снаружи спинного мозга между поверхностью позвоночника канала и вот спинный мозг вторая оболочка арахноида матер спиналис паутинная оболочка средняя оболочка но эта оболочка которая находится внутри от дура матер и наконец самая внутренняя оболочка которая покрывает непосредственно мозг заходит во все ее бороздки это это пиоматтер спиналис она сосудистая оболочка самая внутренняя непосредственно прилежит к спинному мозгу между указанными оболочками образуется так называемое межоболочное пространство такие же пространства и в пределах головного мозга вот я вам даю табличку в отношении этих оболочек какие же эти пространства кавиц эпидуралис эпидуральное пространство между надкостницей позвоночника канала и твердой оболочкой спинного мозга что в нем располагается там находит жировая клетчатка и внутреннее мощное такое венозное сплетение то есть вена много вен второе пространство кавито субдуралис между твердой оболочкой спинного мозга и паутинной оболочкой спинного мозга и наконец кавито субархноидалис или спацин субархноидов между паутинной оболочкой спинного мозга и мягкой оболочкой в этом пространстве находится спинномозговая жидкость в объем примерно до 140 миллилитров и эта жидкость отличается постоянством констант структур которых там находится то есть биохимический состав каковы функции спинного мозга функция спинного мозга заключается в двух аспектах это проведение нервных импульсов как я уже говорил в двух направлениях и в нем в сегментах спинномозге в целом замыкается огромное число рефлекторных дуг которые обеспечивают безусловно рефлекторную регуляцию соматических и вегетативных функций организма то есть иннервацию мышечных структур поперечных полосатых то есть скелетных мышц нашего туловища и иннервация железистых образования итак мы разобрали как устроен спинной мозг как часть центральной нервной системы теперь давайте попробуем обговорить вопрос понять вопрос а как работает нервная система значит мы знаем что структурно функциональной единицей нервной системы является нейрон вот а принцип работы сейчас будем говорить будет рефлекторной так вот принцип работы это рефлекторная вы знаете что имеется множество рефлекторного дуг мы сейчас будем разбирать соматические рефлекторные дуги вот рефлекторная дуга это материальная основа реализация рефлекса а сам рефлекс это принцип работы нервной системы ну название откуда происходит вы видите самое лучшее слово характеризующие или раскрывающие принцип работы это отражение рефлекс это способ универсальный любая наша деятельность реализуется через рефлекция то есть ответ на реакция организма на раздражение приходящиеся на организм из внутренней среды наружной среды она проявляется за счет рефлекс рефлекс с другой стороны вы знаете что рефлекция бывает условно и безусловно и значит вот безусловно рефлекс с которой мы с вами родились вот а условно их очень много они образуются затухают новые образуются то есть постоянно происходит смена этих условных рефлексов но откуда возникли эти термины я даю справочку вот впервые название нейрон предложил немецкий анатом вольдейер непосредственно в медицинской терминологии ввел физиолог и анатом вот чешский основоположник нейрофизиологии ну а Иван Михайлович Сеченов выдающийся наш ученый отечествен является основоположником рефлекторной теории психической деятельности человека в 1863 году была написана эпохальная небольшая книжечка Иоли Трут рефлексы головного мозга где он четко обосновал принцип рефлекторной теории обеспечить деятельность нервной системы ну я уже говорил что вот реализация рефлексов обеспечивается рефлекторными дугами давайте посмотрим как устроена рефлекторная дуга соматическая то есть дуга которая обеспечит нервацию скелетных мышц значит имеется или вернее различает две дуги соматические это простая и сложная основой простой соматической дуги является два нейрона афферентный нейрон и афферентный вот мы видим нейрон афферентный а это афферентный значит они замыкаются в пределах спинного мозга и образуют простую соматическую рефлекторную дугу если между этими нейронами спинного мозга располагается еще нейрон один два три и так далее это будет уже сложная рефлекторная дуга нейроны которые располагаются между этими двумя нейроны будут называться вставочными нейронами вот сейчас мы с вами и посмотрим классическую сложную трехнейронно-соматическую дугу в которой различает пять компонентов или структур давайте посмотрим и желательно чтобы вы это запомнили итак первая структура это рецептор он находится допустим в скелетной мышце там генерируется нервный импульс и от рецептора он передается на афферентный нейрон это вторая структура третья структура это вставочный нейрон вот он здесь в пределах С нас он обязательно располагается четвертая структура это эфферентный нейрон аксон его выходит на периферию достигает пятого компонента сложный трех нейрон дуги это не что иное как эффектор мышечное волокно значит между структурами между нейронами имеются связи так называемая синапса синаптические связи мы увидели цепочку нейронов три нейрона и обратите внимание на стрелке что импульс по цепочке нейронов по рефлекторной дуге передается только в определенном направлении которое указано здесь значит направление вот это о котором мы с вами говорили это обязательно понимание для вас и если взять вот цепочку нейронов то в них происходит однонаправленность продвижения нервных импульсов и вот эта однонаправленность продвижения импульсов она обеспечивается множествами синапсов таким образом импульс передается по дендритам к телу нейрона от тела нейрона по его аксону к следующему нейрону это закономерность которая в принципе обусловливает работу и проведя импульс в пределах в общем-то рефлекторный дуг но в настоящее время надо отметить более правильно следует говорить не только просто о рефлекторной дуге а лучше говорить о кольцевой рефлекторной дуге потому что реализация рефлекса в пределах какой-то дуги обязательно фиксируется обратно афферентация то есть если рефлекс реализовался то информация о том что он реализовался обязательно передается в нервную систему и таким образом происходит как бы вот кольцевая рефлекторная дуга следующий вопрос это формирование спинномозгового нерва мы с вами говорили что в пределах в пределах спинного мозга имеется 31 пара извините 31 сегмент 31 сегмент но сегмент это не только субстрат или вещество спинного мозга но это еще и пара спинномозговых нервов вот здесь дается основа схема понимания формирования спинномозгового нерва и так в каждом сегменте имеется пара спинномозговых нервов он связан с ними через корешки вот я пока что вам было понятно это спинномозговой нерв вот в этом месте это его задний это передний корешок и через корешки спинномозговый нерв связывается с сегментом спинного мозга вот эта связь обеспечивает реализацию спинномозговых нервов теперь давайте посмотрим Что такое корешки и как образуется спинномозговой нерв? Задние афферентные корешки спинномозговых нервов. Вот эти корешки. Расшифровка. Это совокупность аксонов, афферентных нейронов спинномозговых ганглиев. Вот в пределах так называемых ганглиев находятся псевдонеполярные нейроны, вот они, тело мы видим, и их отростки. Тендриты идут на периферию, допустим, к мышце, а аксоны образуют в большей степени вот такие пучки, которые именуются как задние корешки. В состав задних корешков входят и вот эти ганглии, спинномозговые ганглии. Что такое передние корешки? Смотрим передние корешки. Это эфферентные корешки. Вот смотри, тут афферентные, это афферентные. Одно название уже говорит, что афферентные проводят импульсы с периферии к центральным структурам, к спинному мозгу, допустим. А эфферентные, наоборот, из структур ядерно-центрального дела на периферию. Это совокупность аксонов, эфферентных нейронов передних рогов спинного мозга. Смотрим. Передние рога, эфферентные нейроны, тела их. И вот совокупность аксонов образует передние эфферентные корешки спинно-мозговых нервов. Итак, мы увидели, что у нервов, а их 31 пара, имеются у каждой пары корешки, передние, задние. Увидели, из чего они формируются. Теперь давайте скажем, что же такое спинно-мозговой нерв? Спинно-мозговой нерв – это совокупность дендритов, эфферентных нейронов, спинно-мозговых ганглиев и аксонов, эфферентных нейронов передних рогов спинного мозга. Итак, вот эти мы видим дендриты чувствительных нейронов, и видим аксоны двигательных нейронов. Когда они идут вместе в пределах межпозвоночных отверстий, как раз вот их совместное расположение в пределах указанного образования, и представляет из себя спинно-мозговой нерв. Обратите внимание, что длина спинно-мозгового нерва соответствует протяженности межпозвоночного отверстия. То есть сам спинно-мозговой нерв, как вы видите, он небольшой по протяженности, и вопрос, какова длина, вы должны ответить, что длина любого спинно-мозгового нерва соответствует длине межпозвоночного отверстия, в пределах которого он располагается, это наиболее точно, или в пределах, иногда говорят, из которого он, нерв, выходит. Вот это, в принципе, схемка. Вы возьмите себе на вооружение. Она поможет вам расшифровать структуру спинно-мозгового нерва, ибо мы с ними, с этими нервами, будем очень много работать, ну, очевидно, во втором семестре, на основе их строения, их ветвей будем определять, какой нерв, какую структуру, допустим, какую мышцу нервирует, и что произойдёт с этой мышцей, если нарушится работа того или иного нерва. Итак, мы с вами рассмотрели вопрос, связанный со строением спинного мозга, с её структурно-функциональной единицей, с понятием рефлекторной дуги, являющейся основой деятельности спинного мозга, формирования спинно-мозгового нерва. А сейчас у нас с вами вопрос, где мы попробуем разобраться, а как сформировалась нервная система в организме человека. Ну, я уже говорил неоднократно, вопросы развития как-то студентами упускаются, они это оставляют на второй план, и, к сожалению, эти вопросы в меньшей степени мы получаем от вас исчерпывающих правильных ответов, поэтому я бы просил обратить ваше внимание. Итак, нервная система у человека трубчатая, и развивается нервная система из наружного зародыша листка эктодермы. К центральной нервной системе относится спинной и головной мозг, как я говорил. Так вот, первым развивается спинной мозг. Это довольно сложный процесс, и в нём выделяет несколько стадий. Первая стадия – это стадия нервной пластинки. В дарзальных отделах туловища, зародыша человека дифференцируются эктодермальные клетки, то есть кожные клетки, они имеют особое развитие, они выделяются от всех остальных клеток и образуют так называемую медулярно-нервную пластинку. Вот, вот эта медулярно-нервная пластинка. Вот наружная оболочка эктодермы, из которой образуется кожный покров, но в определённом месте, в месте расположения будущем, позывая это спинного мозга, возникают специфические эктодермальные клетки, в совокупности, образующие эту медулярную пластинку. А вот эта медулярная пластинка, мы с вами видим здесь, она состоит из одного слоя сначала клеток. В дальнейшем эти клетки дифференцируются на две группы. Так называемые спонгиобласты, из них развивается опорная ткань, то есть нейроглиальные клетки, и на основе этих клеток формируются и нейроболасты, из них уже развиваются все нейроны, все нервные клетки. Таким образом, вот эта стадия первая, стадия нервной пластинки, вот вам другая картинка, где на разрезе тела будущего эмбриона мы видим эктодерм, мезодерму и энтодерму, и вот в пределах эктодермы образуется нервная пластинка. Это первая стадия. Вторая стадия будет именоваться стадия нервной желобка. В чём суть дела? В связи с тем, что происходит интенсивное размножение нервных клеток в придержке нервной пластинки, то вот интенсивность их различна, как вы понимаете, то вот эта нервная пластинка за счёт увеличения нервных клеток начинает прогибаться. И постепенно из этой пластинки формируется нервный желобок. Нервный желобок. Вот мы здесь с вами видим. Процесс развития происходит дальше. Вот на стадии вот этой нервной борозки в латеральных отделах выделяются клеточные тяжи, медулярные гребешки. Их надо запомнить, они нам будут нужны. Потом вот края нервного желобка постепенно сближаются, сближаются, и наступит момент, когда они соединятся, и из этого желобка сформируется нервная трубка. И наличие или формирование нервной трубки будет являться уже в третьей стадии развития спинного мозга. Ну, давайте ещё картиночку посмотрим. Вот здесь, видите? Значит, я уже сказал, что боковые отделы, если он растут, приводят к их сближению, к слиянию, и образуется вот здесь уже нервная трубка. Нервная трубка. Значит, сращение первоначально происходит в переднем отделе. Несколько отступят переднего края нервы, а затем срастаются и другие задние отделы. Вот другая картиночка. Давайте посмотрим. Вот здесь тоже самое схематически. И вот этот желобок превратился в нервную трубку. Ганглиозная пластинка, она дифференцируется на ганглиозные валики. Вот. Но впереди располагается хорга, на основе которой развивается затем... Значит, таким образом мы видим, что развивающийся спиномозг и его, ну, сначала клетки, дающие основу его образования, уходят под кожный покров эмбриона. Что происходит с этой нервной трубкой? Итак, стадия нервной трубки. Продолжаем разбор. Она за счет интенсивного развития нервных клеток дифференцируется на три слоя. Наружный слой, средний слой и внутренний слой. Вот эти слои противопоевают сложные, многочисленные приблизования и в последующем на основе каждого слоя формируется определенная структура спинного мозга. Но вот здесь схематист показан. Внутренний слой. Он тоненький, небольшой. Вот клетки этого слоя превращаются в эпидемальную выстилку центрального канала спинного мозга. Вы знаете, что в спинном мозге имеется центральный канал, такая полость небольшая, и вот она выстилается клетками внутреннего слоя. То есть клетки этого слоя превращаются в выстилку. Она называется эпидемальная выстилка. Средний слой клеток превразуется в серое вещество, то есть на основе среднего слоя формируется в последующий серое вещество со всеми ее структурами. А вот наружный слой превращается в белое вещество. Но это, конечно, сугубо схематически. Но давайте посмотрим другие картиночки, более яркие. Итак, мы видим, что в период образования нервной трубки два медулярных валика, вот этих, срастаются и превращаются в гонглиозную пластинку. Впоследствии эта пластинка в ООНОВе делится на два гонглиозных валика, вот это надо запомнить. Они смещаются в латеральном направлении на боковой поверхности нервной трубки. И вот эти гонглиозные валики впоследствии превращаются в структуры, такие как первое, спинномозговые узлы. Мы о них говорили. Это узлы элемента спинномозговых нервов и в узлы черепных нервов, чувствительные узлы. Это вот две группы клеток. Значит, одна группа превращается в гонглии спинномозговых нервов, другая в гонглии черепных нервов. И есть третья часть клеток. Они удаляются от нервной трубки, уходят на периферию и служат зачатками структур вегетативной нервной системы. Мы будем специально учить вегетативную нервную систему и узнаем, что в пределах вегетативной системы структуры, многие находятся на периферии и представлено скопление клеток, именуемых как вегетативные гонглии. В силу того, что эта структура имеет две части симпатического и парасимпатического, то выделяет гонглии симпатические и парасимпатические. Но все они являются структурой, которая формируется на основе группы клеток вот этих гонглиозных валиков. Другая картинка, которая в принципе тоже самая показывает, как здесь все образуется. Но и в итоге мы должны сказать, что когда развивается спиной мозг, то на определенной стадии развития спинного мозга мы заметим, что передний конец развивающегося спину мозга или нервной трубки, можно так сказать, развивается более интенсивно, нежели все предыдущие отделы нервной трубки. Вот после того, как образуется гонглиозная пластинка, потом валики, нервная трубка в головном конце сильно утолщается. Я возвращусь к рисунку. Если она на определенной стадии была одинаковых параметров с точки зрения длины сечения, гонглиозная в определенный момент мы потом подробнее будем говорить ее краниально отдел нервной трубки утолщается вот и это вот расширенная часть нервной трубки будет давать начало головному мозгу. Но развитие головного мозга мы будем разбирать отдельно. Таким образом, если мы с вами будем касаться вот разбора развития спинного мозга вопросы, то вы должны четко понимать и дифференцировать вот эти три стадии, которые различают вот при развитии спинного мозга. Первую стадию мы разобрали стадия нервной пластинки. Так. Здесь же надо четко понимать, что спинной мозг формируется на основе клеточных образований эктодермы. Следующая стадия мы с вами видели стадии нервного желобка, которая является основой образования, формирования, развития третьей стадии. Эта третья стадия уже будет нервная трубка. Нервная трубка. Но и сама нервная трубка, как вы видели, она дифференцируется на определенную структуру, на основе которых появляются все те элементы, которые присущи спинному мозгу. Обратите внимание, что здесь же имеются и зачатки, из которых формируются и периферические структуры нервной системы, в частности, вот из этих гребешков ганглиозных, как мы говорили, формируется группа клеток чувствительных в структурах спинномозговых нервах и черепных нервах, а также часть клеток уходят на периферию, на которой формируется периферическая структура вегетативная нервная система. В принципе, мы с вами разобрали, вот, начали разбор образования структур относящихся к нервной системе, сегодня мы разобрали вопросы, которые были представлены в этой лекции, в частности, обговорили вопросы общие, касающиеся функции нервной системы, в целом, разобрали строение спинного мозга, его развитие, ну, а на будущей лекции мы уже коснемся с вами конкретно другую часть центральной нервной системы, это головного мозга. Всего вам доброго, будьте здоровы, успехов вам, спасибо за внимание.